В администрации Магнитогорска состоялось заседание Городского совета ветеранов, на котором обсудили важнейшие события минувшего года, а также планы на 2019-й. Судя по докладу председателя Совета Александра Макарова, ветераны по активности ничуть не уступают молодежи, а их комсомольское прошлое сформировало особый командный дух и оперативность в решении поставленных задач. Подробности далее. В начале пленума председатель Совета ветеранов Александр Макаров выразил благодарность тем своим подопечным, кто воспринял трагедию при обрушении части дома номер 164 по проспекту Маркса как личное горе и помогал в качестве волонтеров на ликвидации последствий. Добровольцы помогали распределять гуманитарную помощь в штабе, кормить бойцов МЧС, перевозить пострадавших на своем транспорте. Затем Александр Макаров подвел итоги работы Совета ветеранов за 2018 год и рассказал о планах на 2019-й. Так Совет стал инициатором проекта «Школа жизни», цель которого – образовательная и социальная поддержка пенсионеров, активное привлечение их к жизни города и ветеранской организации. В 2018 году школа работала по программам «Управдом народный контроль», «Обучение компьютерной грамотности» и «Школа молодого пенсионера». Ежегодно городским советом ветеранов проводятся смотры конкурсов первичных ветеранских организаций. Участие в конкурсах нацеливает ветеранские организации на совершенственные свои работы, повышение активности. В прошедшем году смотр-конкурс был посвящен столетию комсомола. В этом году смотр-конкурс будет посвящен 90-летию города Монтогорска. Однако, как заметил Александр Макаров, в организационной работе Совета ветеранов есть и серьезные проблемы. Так, еще ощутимы последствия ликвидации организации предприятий в городе, которые породили категорию так называемых бесхозных пенсионеров. Проблему учета этой категории и ее прикрепление к ветеранским организациям по месту жительства продолжает решать районные советы ветеранов. Традиционно большое внимание ветерана уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Это встречи в школах и клубах, участие в маршрутах памяти. А особых успехов в минувшем году ветераны магнитки добились в спорте. Совместно с Управлением по физической культуре, спорту и туризму была проведена 9-я городская спартакеада среди пожилых людей по 11 видам спорта. В ней приняли участие около 2000 человек. Команды-победительницы защищали честь города на областной спартакеаде, где впервые за 7 лет магнитка заняла первое место. Татьяна Зайцева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Традиционно. Традиционно.